Сладкая сказка Танзании тоже подходит к концу, и в Сумбаванге мы перемещаемся в Тандума, граница Замбии. И что мы хотим увидеть в Замбии? Великий водопад Виктория, мы двигаемся туда, неотвратимо, и фильм будет о нем. А мы сегодня на 300 километров ближе к водопаду, и здесь зима, и мы двигаемся еще глубже к Антарктиде, и поэтому холод. Вот, что же делать? А у меня еще в Кении порвались мои единственные штаны, и пока что у меня штанов нету. Время 6 часов вечера. Мы с Игорем ставим палаточку метрах в 20 от трассы в Замбии, в лесу. Ну, вроде бы как мы в укромном мести. Но костерок все равно не рискнем сжечь, только с утра будем разводить. Ранним утром в Замбии туманчик зимой, прохладно. У нас сейчас 11 градусов южной широты, месяц июнь. С каждым днем становится все холоднее. Наше первое приключение в Замбии – водопад, горячий источник, какой-то кемпинг. Сейчас все узнаем. Когда мы поворачивали на этот указатель, мы вообще ничего не ожидали, мы находились в поиске горячего источника. Но когда мы прибыли на место, нашему удивлению не было конца. Оказалось, что это частная территория площадью 500 акров, на которой расположен горячий источник, водопад, трекинговые дорожки под джунглем, домики, место для кемпинга, пространство для проведения семинаров и обучающих всяких штуковин. И поскольку это новое место, то нам разрешили там очень бюджетно пожить за 10 долларов в сутки. Мы жили с Игорем в домике, который стоит 60 долларов в сутки. И получили доступ ко всем этим инфраструктурам, этой фермы, этого курорта. Не знаю, как назвать это грандиозное место. Это наш домик. Домик номер один. На ключе написано, смотрите, для домика номер один. Вот это слово. Самое важное. Сейчас, когда дверь этого домика откроется, прошу всех помнить, что стоимость этого домика в сутки 60 долларов. Тан-тадам! Ну, в общем, очень узкая коечка, но одного скорее, чем на двух. Шкаф, стол. Вот тут сразу без двери, что, конечно, точно домик на одного. Вот. И тут вот такой туалетик. Вода из-под крана течет из хот-спринга, теплая. Здесь есть вешалочка, очень удобная. Вешалок часто не хватает. Есть люстра. Свет горит с 6 вечера до 8 вечера от генератора. Розетки в домике нет. Такая вот норочка. А вот это типа ресепшена, и он же холл для семинаров. И эта комнатка называется ресторан. Здесь можно кушать. Такое огромное пространство, где, наверное, подразумевается проводить какие-то обучающие штучки. И вот здесь, в таких персональных кабиночках, горячий источник. Ммм, красота. Наше сердце сразу же покорило великолепная смотровая площадка с видом на долину, опускающаяся вдаль и переходящая в национальный парк. А это у них такая смотровая площадочка на все 500 акров этой территории. Игорь, что ты обо всем этом безобразии думаешь? Опять Багаван нас провел в нужное место. И так двигаемся до конца континента. Нам принесли, чтобы мы сейчас грелись, вот такие угольки и вот такой чай. И приехали мы туда, думали, что на денек, но зависли на три. Занимались йогой, готовили еду на костре, гуляли по джунглям. Хенни, менеджер этой фермы, южноафриканец, занимался с нами, все нам показывал, рассказывал, был максимально добродушен. И мы просто влюбились в южноафриканцев как нацию. Занимались йогой, готовили еду на костре, гуляли по джунглям. Ты куда собрался-то? Такая у нас огромная территория. Идем в трекинг к водопаду, который находится, как сказали, в пяти километрах от нашего домика. Вообще тут как можно жить на такой территории, где водопады и горячие источники. Убираем чистейшую ключевую водичку из ручья, которая выходит прямо из-под земли. Никто здесь не стирает, не моет посуду, не справляет нужду. Прозрачная водичка в этом источнике. Водичку взяли на пробу, чтобы, может быть, даже начать здесь бутилировать ее. Это будет известно после анализа воды. Говорят, что это очень ядовитый паучок. Не будем его тревожить. Обойдем. Шли мы, шли и дошли до смотровой площадки. Прошли три источника воды. Один горячий, два холодных. Сейчас держим путь к водопаду. Все, подходим к водопадику. Три километра шестьсот метров напетляли мы. По прямому было бы, конечно, гораздо ближе. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, в Африке, в отличие от нашей картошки, существует вот такая сладкая картошка, которая называется маниока. И она в разы дешевле, поэтому вот мы перешли на нее. Люба, ты любишь маниока? Ну, не особо. Я люблю маниока. Но надо есть. Знаете, какой вкус? Если в нашу картошку, обычную нашу любимую картошку, сыпануть ложку сахара, вот получится вкус маниоки. Люба, кто это здесь у тебя? Вот это Афасанин. Он здесь всех кошек, начальник. А это его дочечка. Мы поймали такую суперски быструю машинку. Но через 100 километров она не заметила выбоины в дороге и проколола себе два колеса. Заднее и переднее. И вот теперь водитель поехал куда-то покупать новое колесо, шину, в общем, ремонтировать его. А мы вот тут зависаем на солнышке. В хорошей компании. Наши приключения номер два в Замбии называется Кундалила Фоллс. Для которых 13 километров мы точно сегодня не дойдем. Сейчас будем где-то кемпиться, поселиться не уже. У нас сейчас 11 градусов южной широты. Месяц июнь. И вот вторая ночевка в Замбии привела к обледенению. А мы думаем, что-то как-то холодно было ночью. А тут так особо ничего. Территория государственного кемпинга, который отстроен возле Кундалила Фоллс. Идем к водопадам. Но те фотографии, которые мы видели, они удивительные. Такая чудесная тропка, песочная, среди скал, ведет нас к водопаду. Пейзажи зимние. Оранжевые листья, мхи. Вот мы вам все покажем. Смотрите, какая красота. Тропа переходит вот в такой цивилизованный барьер. А вот здесь мы провели беспечный денек работы над рассказами и видео. И зашивая тверявые носки, рюкзаки и палатки. Все сделали. А позади нас река, которая выходит из водопада. И там люди. А здесь у нас никого. И только природа. О замечательном водопаде Кундали мы узнали от Хени. И он нам посоветовал, говорит, ребята, платить там никому не надо. Просто нужно выйти тогда, когда уже парк закроется. Так мы и сделали. Весь день провели внизу. И уже вечером, когда выходили, никого, естественно, не было. На входе ни билетера, никаких людей и служителей парка. Друзья, сегодня выдался жаркий денек в Замбии. И пришлось набрать воды из местного колодца. Идем. А тем временем Люба идет вперед. Ей осталось всего лишь какие-то 400 километров до Лусаки. Люба. У меня новое повреждение. Пальчик. Люба устанавливала палатку и колышек вошел ей в пальчик. Такая вот беда. Сегодня у нас рабочий день. Работа на дому. Люба, что ты делаешь? Я зашиваю палатку. Смотрите. Хоп. Хоп. А я не грущу. Я через эту дырочку свищу. У нас палатки уже пошел пятый год. И мы ее все зашили, перезашили. И вот очередная поломка на очередной стоянке. Итак, зомбийские деньги называются квачи. 17 квачи равняется 1 доллару. Деньги красивые. Есть купюры 100, 100, 50, 50, 10, 2, и пятерки не хватает сейчас в этой коллекции. Животные. Замечательные животные изображены на каждой купюре, а также какая-то сцена из жизни зомбианцев. Вот здесь женщины продают что-то на рынке, овощи, дикобраз, и люди собирают в поле. Посевы на двадцатке. Такое животное. Буйвол на сотке. И кошечка на 50 квачей. Вот такой рынок. И сейчас мы купим непонятно что. Либо салат, либо сельдерей. из 3 квача. Ребят, в этой Замбии мы сходим с ума. Они продают все кучками. И вот помидоры, смотрите, кучка по 5 квачей, по 3, по 2, и даже по одной. И вот это надо решить, что выгоднее в данный момент тебе купить. Это очень сложно. Просьба слабонервных удалиться от экрана. Сейчас будет лично, на что я даже не могу смотреть. Извините. Ребят, в прошлый раз я был в этих местах и кушал катерпиля. Бывают... Кусеницы, друзья! Катерпиллер, дикатерпиллер. Это чертовы гусеницы. Вот такие. И все зависит от того, как их приготовить. То, что приготовили мне, было просто фантастики. мы за вегетарианство. Даешь вегетарианство. А также маленькие рыбки. Это очень полезные. Маленькие рыбки очень красивые на фоне гусениц. Друзья, теперь фишка. Фишка в Замбии. Здесь крайне дешевые яйца. Три доллара за трейд. Мы в Замбии обнаружили такую тему, что если пойти в супермаркет, где пекут хлеб, то там пустые полки. А если прийти на рынок, то этот хлеб из супермаркетов продается уже на рынке, но по завышенной цене где-то на три квачи дороже, что где-то 15 рублей. Ребята, этот регион славится своими гранатами, пенатами, как называли в Индии, и просто ора. Даже не называете в России там. Выглядите, вот эта огромная банка три доллара стоит. А здесь же он делает масло орешковое. Вот оно. Еще не расфасованное, свежее. А вот и сама машина. Смотрите. Плюется. Рожделенная паста. А мы купим просто орешков у этого прекрасного человека. Все, начались знать, и нельзя стопиться. Но без вариантов мы будем это делать. Мы едем в багажнике. Во время моего первого визита в Африку я познакомился с прекрасной русской девушкой по имени Наталья. И она живет в Замбии уже на протяжении многих лет. И вновь связался с ней. Разрешила нам пожить. И мы чувствовали себя очень комфортно в ее доме. У нее было много собак, кошек, с которыми мы общались на протяжении всего нашего визита. И было очень весело. И он слышал, что она два раза в голову. Ништячки кончились. Ну вот все в одном кадре. Снежок, Брауни и Принцесса. Еще два кота. Вот один там есть на заднем плане. В первом пока нет. Все здесь. Вот, все. Теперь все собрались. Такая большая семья. Наталья, спасибо огромное. Это вообще идеальный хост. Наверное, ну, самый лучший, которых мы встречали в Африке. И надеемся, что ты в скором будущем уже когда-то поживешь у нас, когда мы будем останавливаться где-то на нашем пути. Вот так мы с Игорем помогаем, чем можем соотечественникам за границей. Игорь у нас сейчас ведет высотные работы. Игорь, ты любишь пилить? Пила не очень хорошая, так что работы хватит на всех. Девочки, это вообще шикарная зарядка для рук. Шесть циклов, и вообще уже бицепсы и трицепсы опускаются вниз. Итак, мы сегодня покажем вам, какие сувенирчики есть в Замбии. Прямо так хочется, конечно, их купить в виде монтиков-носорогов. Какие сереженьки вот со львами, пожалуйста. Ой, с козой. С козой велосипедист. Ну, это прямо серийное искусство. Итак, подписчики, делаем такую акцию. Покупаем сейчас в Ленингстоне открыточку и отправляем нашим подписчикам. Люба, что ты хочешь здесь? Сегодня мы хотим отправить открыточку Лене, Васте, потому что мы обещали это сделать из Бурунди, но в Бурунди не было ни времени, ни возможности. А сейчас мы хотим Лене отправить такую пасхалочку, чтобы она своими глазами увидела это чудо природы хотя бы скоро. Вообще никогда не думал, что Люба такой писатель красивый. Наверное, отличница была в школе. Почти крупненькая. А потому что пишется слитно или раздельно. Так выглядят зомбийские марочки. Мы их наклеили. Сейчас идем бросать в почтовый ящичек. Итак, вот наша чудесная открыточка Елене Васте. Лена, мы тебя любим. Ух, умная, махщевая. Очень хочется, чтобы дошла до тебя. Это у вас инвекция, влезлили. Вы хотите, чтобы следующая открытка от нас пришла именно к вам? По вашему адресу участвуйте в нашем конкурсе. Но конкурс у нас меркантильный, потому что из всего этого бескрайнего счастья путешествия Скай Трамп у нас есть и омрачение. Омрачение заключается в том, что денежки у нас есть, но обналичить мы их не можем. Итак, наши вводные данные. У нас есть карточки Тинькофф и карточки Айфайзин. На них есть доллары. Внимание, вопрос. Как эти доллары конвертировать в реальные деньги, которые будут у нас на руках? Правильный ответ будет награжден открыткой из нашей следующей африканской страны. Наш подписчик и друг Майя получает привет от Ливингстона. Это человек, который нашел Виктория Водопад. Мы здесь сейчас находимся и вы его увидите прямо сейчас у нас на канале Скай Трамп. Так получилось, что водопад Виктория принадлежит двум странам Замбии и Зимбабве. И вот этот мост соединяет эти две страны или разъединяет их, является границей. По нему можно гулять бесплатно. Входной билет на водопад здесь покупать не нужно. И вот мы подходим к табличке, на которой написано, что мы ходим в Замбию. Вот такая станция есть на мосту, соединяющем Зимбабве и Замбию. Рядом с водопадом Виктория. И здесь можно сделать банджи-джамп, свинг и также зиплайн и вот такие вот расценки. То есть, допустим, свинг стоит 168, банджи 168 и слайд-тандем 65. Ребята, ну, в общем, мы прошли вдоль забора, дырки есть, но там очень много людей и в эти дырки без глаз лишних не пролезть, по крайней мере сейчас. Ну, мы пришли в билетную кассу, показали наши рекомендательные письма и получили 50% скидку на вход. То есть, по 10 долларов с человека и 20 долларов за двоих. Это пробивается, как нон-резидент чай. Сейчас идем смотреть водопад. А вот здесь начинает водопад уже нормально мочить. Мы приготовились, одели дождевички и заходим в большую лужу. Вы думаете, это дождь? Нет, это водопад Виктория. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, все эти фотографии, видео ничего, ничего не передает. Надо ехать и смотреть. Это больше, чем грандиозно. Все, прячь. 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 Все вымокло. Друзья, запасайтесь какими-нибудь пакетиками, чтобы защитить телефон, потому что можете остаться без телефона после похода. Вот отсюда водичка срывается вниз. Последние сантиметры поплоскочу и пропасть. А вот это на самом обрыве облака, которые вздымаются от падающей воды. А я, как всегда, кушаю. Вот вы спрашиваете, что мы там едим. Мы с собой на водопад дома сварили рис и пожарили яичницу. И сейчас это все у нас обеденный перерыв называется. Ах, какая прекрасная яичница из зомбийских яиц. Спасибо нашему хосту Наташи. Красный плащ идет в самый низ. Водопад Виктория. Боится опоздать, потому что сейчас время уже почти 4, а в 5 комплекс закрывается. В самом низу мы сейчас находимся. Такие здесь мощнейшие круговороты кружатся и уходят уже более или менее мирно в ущелье. Река Замбези. Друзья, это просто невероятно, насколько пространство к нам относится благосклонно. Только мы выехали от Наташи, где чувствовали себя максимально комфортно и спокойно, как тут же водитель машины предложил нам пожить у него. И вот мы сейчас сидим в этом прекрасном, чистом, большом доме, где нам предоставили свободу. Никто нам не навязывает никакие разговоры. Мы чувствуем себя вновь в безопасности и благодарим мир, что все вот так вот происходит с нами и по цепочке нас передают из одних добрых рук в другие добрые руки. Значит так, завтра мы переходим в новую страну, Батслана. У меня новая, у Игоря старая. Замбия пролетела, как всегда, незаметно, как один день. В Замбии было все здорово. Мы наконец-то начали ставить палатку, потому что замбианцев очень мало и свободных кучи лесов вдоль дорог, где мы могли свободно кемпиться и чувствовать себя в безопасности. И отдельно хочется сказать про замбианцев. Это какие-то волшебные люди, с которыми у нас, как у русских, происходит какой-то ментальный клик. Мы когда с ними разговариваем, мы нигде так много не разговаривали в Африке, как в Замбии. Мы начинаем разговаривать с этими людьми и сразу начинаются какие-то душевные беседы, как на кухнях посиделки на 5 часов. И вот мы ехали в машинах поочень долго с людьми, там 100 километров, 200 километров, и все время вели непрерывный разговор. И это было настолько мило и трогательно, что вот просто наше сердце осталось в Замбии с этими чудными, замечательными людьми. А вы? Ставьте колокольчики, лайки, задавайте нам ваши вопросы. Следующее кино будет про Барсвала и Дальше.